Добрый день, в эфире «Особое мнение», меня зовут Владимир Сметалин, и сегодня мы с вами услышим особое мнение Дмитрия Русских, депутата Законодательного собрания Кировской области, 4-го и 5-го созывов. Сейчас напомню, 6-й созыв. Добрый день, Дмитрий Иванович. Добрый день, Владимир Иванович. Добрый день всем слушателям. Не скучаете, скучаете по депутатской работе? Вообще, Володь, не скучаю, и в общем-то, как бы, очень редко даже вспоминаю, за исключением того, что иногда читаю это в СМИ, или вот по старой привычке, просто интересно было знать, как мы будем жить в 2017 году, начал изучать бюджет Кировской области на 2017 год. Ну, чисто для себя. Хорошо, мы сегодня обо всем подробно поговорим, и о бюджете, и о работе в ЗС, все-таки очень интересующие вещи, от этого многое зависит. Напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте хокерова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира, кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос, без особого мнения. Вопросец есть, я его чуть позже озвучу, но хочу вот начать с чего. Вот, Дмитрий Михайлович, уже читали, да, эту информацию о том, что очередной громкий коррупционный скандал у нас в городе? Нет, конечно. Зам. директора гостиницы «Вятка» попался на взятки, якобы был заключен договор на ремонт фасада здания гостиницы на 5 миллионов рублей. Когда работы были выполнены, зам. директора потребовал 1 миллион за то, чтобы принять работу и заплатить по договору. Вот такая схема. Ну, вы знаете, у нас в городе очень часто происходит, как бы, такие волнообразные движения по всем этим скандалам коррупционным, но мне кажется, там волна-то все где-то около рядом ходит, и, в принципе-то, как бы... Около рядом с кем? Ну, с центром? С центром, да. С притяжением, от кого все это исходило, и кто это все последние 10 лет, в общем-то, поддерживал, и это все как бы двигалось в этом направлении. Ведь мы уже как-то, по-моему, года 3-4 назад говорили о том, что именно касалось гостиницы «Вятки», что это муниципальная гостиница, и была большая ошибка в свое время, когда город дал землю и согласие на строительство рядом отеля «Хилтон». Да, понятно, что в этом случае, как бы, мы понимали, что ситуация экономическая и эффективность этой муниципальной гостиницы совершенно будет другой. Значит, понятно, что при этом, непонятно по кем причинам, нужно было, как бы, ее внешний вид улучшить на фоне там... Чтобы она не так тускло смотрела. Да, да, так тускло смотрела, и пришлось там снова вкладывать там городские деньги в фасад, и, видимо, кто-то этому был очень рад, потому что той информации, которую ты сейчас мне сказал, которую я не знал, вот уже из пяти там единицу попросили обратно, потому что иначе зачем мы все это организовывали там, да? Но, на самом деле, вот это соседство, оно, конечно, очень плохо играет на, я так думаю, вообще на экономику муниципальной гостиницы, и в данном случае, конечно, это была, я думаю, что не ошибка, а такая неправильное решение, которое было чем-то все-таки основано и кем-то было там поддержано, и то произошло, то, что произошло. Ну, знаете, ходят слухи, ну, я уже говорил про Хилтон, что у Хилтона не слишком дела идут, и чуть ли не о продаже речи идет. Ну, мы сейчас можем только об этом догадываться, но все равно, как бы, он игрок на рынке кировских гостиниц, и в последние годы, к счастью, их стало довольно-таки гораздо больше, и, наверное, как бы, если у Хилтона плохо, как бы, проблема экономическая, то у муниципальной гостиницы, наверное, их точно не меньше. Ну, хорошо, давайте от этой темы отходить, уже хочется поговорить о том, что происходит в ОЗС, там достаточно скандальная тоже картина нарисовалась, развернулась дискуссия по поводу отмены ежемесячной денежной перпенсации расходов, связанных с депутатской деятельностью, я правильно понимаю, в том числе на дорогу расходы, да, это все вот 10 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. Это не на дорогу, это фактически на работу, это было заведено еще, если не поймите, не изменяйте, уже даже гораздо раньше, во втором, по-моему, или в третьем, еще до нас, значит, и тогда же не было фактически представителей комитетов на платной основе, не было столько замов, плюс были два зама, один представитель, у них были совершенно другие зарплаты, то для того, чтобы не... Были низкие? Да, конечно, и для того, чтобы у депутаток, особенно там же были не только, как сейчас, в основном, или олигархи, или представители колхозов, да, а были и учителя, и врачи, и вот на всю эту бумажную работу, там, для того, чтобы оформить, там, документы, о том, чтобы что-то напечатать, видимо, тогда еще было заведено, что вот эти деньги выделялись на такие чисто житейские вещи, это там бумага, ручки, телефонные переговоры, вот в таком формате. Ну, в общем, такая мелочь, но без которой не обойтись. Ну, наверное, сегодняшние депутаты без нее смогут обойтись. Ну, в общем, 10 тысяч рублей, да, фракция «Единая Россия» в составе 37 человек, напомню, решила эти выплаты отменить. Как заявил спикер ОЗС Владимир Быков, высвобождается сумма порядка 7 миллионов рублей, и мы их решили направить на проведение детских соревнований. Вся оппозиция... Очень интересно. Вся оппозиция против... Он вообще, видимо, не очень сильно понимает в бюджете, потому что от того, что они не израсходуются, это останется в областном бюджете, а не поступит на счет законодательного собрания. То как он сможет это перераспределить, я, честно говоря, не очень понимаю. Потому что та статья, защищенная по законодательному собранию, если там эти вещи не прописаны, они не могут быть оплачены, как бы просто даже казначейство это не пропустит. То немножко тут лукавство есть. То есть сам председатель ОЗС, он не может распоряжаться этими деньгами? Но если их нет в смете расходов, которые изначально утверждены, то, конечно, нет. Если они отказываются от каких-то денег... То есть уже исполнительная власть будет решать, куда это... Да, да, эти деньги остаются в областном бюджете, и они уже их сами распределяют. Конечно, они могут послушать председателя ЗАГС собрания Владимира Васильевича, что он хочет очень сильно помогать развитию спорта, хотя он 10 лет в городе фактически им не занимался. То, наверное, они могут к нему расположиться и, на самом деле, какие-то его предложения принять. В общем, лукавство, на ваш взгляд, да? Ну, а когда Владимир Васильевич у нас не лукавил? Депутация от ЛДП... Я даже вспомнил одну историю, которая была совершенно недавно в выборной кампании, когда на встречах, как руководителя партии, он встречался в городе Кира, и вопрос задали о том, что правда ли, что Парк Победы он продал своему сыну, то он сказал, что нет, это не я, это администрация города. Ну, как бы, я тут ни при чем. Ну, вот видите, как... Оказывается, глава города ни при чем, что делает администрация города. Депутат от ЛДПР ПП Виктор Бушмельев по этому поводу высказался. Он работает хормейстером Салтыковского дону культуры. Он сказал, при зарплате в 8 тысяч рублей я не смогу ответить бабушкам на их запросы, если вот лишится он этой компенсации. Каждое письмо стоит 20-30 рублей, а интернета у бабушек нет. Но они требуют ответа. То, что руководство Законсобрания молча соглашается с этим, это предательство со стороны. Ну, это как раз пример, для кого изначально эти были, как бы, пособия придуманы. Потому что, вот, в данном случае, вот, есть пример человека, который работает в культуре, который живет в районе, у которого, в общем-то, совершенно небольшая зарплата, и работа, в принципе, в округе 45 тысяч населения, примерно, в среднем, да, избирателей, то она как раз, понятно, что для той части фракции «Единая Россия», которая, вот, сегодня я как раз проходил, там видно по фракции, по стоящимся сегодня машинам у здания Законсобрания, да, понятно, что эти деньги не принципиальны, они, в общем-то, как бы, им вообще не нужны. Да, 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 ну, нет, просто можно, я даже спотографировал, просто посмотреть, это автосалон, на самом деле, значит, то для них, конечно, это не принципиально. Но мы говорим о том, что практика показывает, что как раз вот такие обычные депутаты, не из коммерческих структур и не принадлежащие коммерческим структурам, ведут самую активную работу, потому что они обычные люди, и им это, в общем-то, как бы, нравится, они в этом заинтересованы, и получается так, что самых активных, фактически, сегодня отрезали от той суммы, которая есть. Ну, а если и лишать себя чего-то в депутатском корпусе, чтобы это действительно на благо было чего-то? Я уже год назад, Владимир, говорил, что сегодня мы находимся в такой экономической ситуации, и такой у нас тяжелый бюджет, и мы столько сокращаем льгот, то, наверное, пришло время, на самом деле, стать народными депутатами. То, в принципе, я считаю, что Законсобрания, и Городская дума, и другие думы могут вообще работать без денег, да, то, в принципе, от всего отказаться, так как сегодня очень всем тяжело. Ну, давайте, напомним, представители УЗС, получается, замы, представители комитетов, значит, если они память не изменяют, бюджет, значит, того года по Законсобранию был 60 миллионов рублей, где-то в окончательном, если я правильно прочитал, то на следующий год это 65 миллионов рублей, да, то в данном случае, вот, можно только оставить аппарат, потому что, в основном, он ведет основную работу, все остальное должно быть на безвоместной основе, и это было бы честно. Я вам честно скажу, что я отработал два созыва, я не видел, что там кто-то где-то перетрудился, и где-то очень было много всяких законодательных инициатив от депутатов. Основная работа, конечно, ведется аппаратом, и все инициативы и законопроекты в основном исходят от правительства Кировской области. То, в принципе, надо просто назначить, если уже так пошло, председателя, дать ему штамп, значит, дать ему совершенно небольшую зарплату, и два раза в неделю, пускай, приходит, подписывает те документы, которые приходят в правительство, и, в общем-то, все. На самом деле, мы потеряли за 10-15 лет вообще основу, что такое законодательное собрание, как законодательная власть. Она ничего не контролирует, она никуда не вмешивается, она, в принципе, ни на что не влияет, и в данном случае она просто как департамент правительства Кировской области. То я считаю, что было бы честно для тех людей, уважаемых, которые сегодня находятся в ЗАГС собрании, которые совершенно не бедные, в общем-то, работать и приходить раз в месяц на бесплатной основе, как это было в первом созыве еще Российской думы до революции, и, в общем-то, служить своему народу именно бесплатно, давать какие-то правильные мысли и что-то как бы вести. В принципе, я думаю, что мы пришли к этому времени, и если мы сегодня говорим, что городская дума тоже по бюджету составляет 60 миллионов и 65 ЗАГС собрания, то вот вам, пожалуйста, 60 миллионов в городской бюджет и 65 миллионов в областной бюджет для того, чтобы все-таки эти деньги пошли на более важные вещи. Накануне в особом мнении, своим мнением делился с нами Анатолий Чурин, новый человек в ЗАГС, он 30 лет почти возглавлял образование в Кировской области. Кстати, в России, по-моему, единственный, кто проработал 28 лет, который еще был утвержден Министерством образования Советского Союза. Вот смотрите, и накануне человек проработал в ЗАГС полтора месяца, да? Да. Я его спрашиваю, как ваше первое впечатление? Он сразу сказал, а что-то какое-то карманное в ЗАГС у нас. Ну а что это он? Об этом когда работал и не знал, и не видел, что ли? Нет, ну, слушайте, тут, по-моему, он ни для кого не открыл открытие, и, в общем-то, мы сегодня ее подтверждаю и говорю о том, что, к сожалению, у нас сегодня законодательная власть, она фактически не несет ту нагрузку, которую вообще ей предполагалось. Когда это была та законодательная власть в лице избранных населением депутатов, которые отстаивали в первую очередь интересы избирателя, населения, а не коммерческих структур или правительства в области. В данном случае, это один, на самом деле, Володя, из поводов, почему я не пошел на эти выборы. В шестой созыв. Да, в шестой созыв. Я, на самом деле, очень сильно разочаровался вообще в ЗАГС собрании и в депутатском корпусе, то в данном случае я не видел себя еще раз сидеть и смотреть, как у нас происходит то, что могло бы не происходить. Да, и вполне многие вещи, о которых сегодня озвучивает новое руководство, и те депутаты, которые сидели в том созыве, какое безобразие, какие у нас были тут дела, то я вам хочу сказать открыто, что очень много процессов, которые произошли, законодательное собрание в лице депутатов и председателя ЗАГС собрания могли остановить. Это было в их правах. И мы могли это делать, и мы пытались это делать. Но, к сожалению, нас никто не слышал, и никто нас не поддерживал. Нам нужно прерваться сейчас. Очень быстро сходим, сделаем эту паузу и вернемся. Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение Дмитрия Русских, депутата ЗАГС собрания Кировской области 4-го и 5-го созывов. Давайте еще в областном ЗАГС собрании немножко побудем. В начале ноября спикер ЗС Владимир Быков заявил о том, что оппозиция в нынешнем составе парламента недостаточно профессионально, чтобы возглавлять комитеты. Далее цитата. Назовите мне из оппозиции 17 вот этих человек, кто бы мог возглавить комитет по бюджету, например. Вот, например, как бюджет знает Владимир Гаврилович Бакин. Наверное, его так никто не знает. И так далее, и так далее. В том числе возглавлял господин Бакин на луговую службу. Да, это было очень давно. Ну, заявление опять чисто лицемерное. Мы там четко понимаем, что он сам, председатель ЗАГС собрания, не понимает. И он высказывает определенное неуважение тем 17 депутатам, которые представляют оппозицию, которых избрало население. Значит, хочу сказать, что с Владимиром Гавриловичем мы проработали два созыва. Значит, при всем моем уважении Владимиру Гавриловичу сегодня уже за 70 лет. Он самый старейший. Да, он самый старейший. Во-вторых, я вам хочу сказать, что он человек уже из прошлого. Значит, и так как он был в пятом созыве председателем бюджетного комитета, я, честно говоря, не помню, чтобы Владимир Гаврилович хоть раз выступил именно по бюджету. Да, как председатель комитета. Значит, при этом, как раз мы говорим о карманном законодательном собрании, то, в принципе, любые предложения правительства Кировской области, касающиеся бюджета, принималось комитетом единогласно, фактически без обсуждений. И, в общем-то, все было тихо и спокойно. Значит, это первое. Второе. Я считаю, что председатель комитета по бюджету должен не только знать и, как бы, говорить о бюджете, он должен его, во-первых, хорошо изучить, обязательно высказать свою точку зрения и запустить дискуссию по нему, хотя бы в рамках комитета и депутатского корпуса. Такого не было? Никогда. И никогда Владимир Гаврилович не выступал при принятии бюджета именно со своей точки зрения и какие-то он вносил предложения. То не надо переоценивать Владимира Гавриловича при всем моем уважении, так как он довольно-таки, на самом деле, заслуженный человек и давно работает. Я его знаю, наверное, с 95-го года. И хочу сказать, что Владимир Гаврилович – это два разных человека, которые были в 95-м и которые я встретил в ЗАГС собрании уже через 10 лет. Парламент портит людей. К сожалению, да. Я могу так открыто сказать. И хочу сказать, что Владимиру Васильевичу, чтобы он понимал, что всегда незаменимых людей нет. И вот на тот вопрос, который ты сказал, что нет профессиональных людей, на самом деле, вообще в депутатском корпусе очень много профессиональных людей, в том числе они есть и в оппозиции. И если он спрашивает, кого можно поставить на бюджетный комитет, есть такой депутат Сергей Редькин, да, который работает уже второй СЗФ, который является профессиональным, очень опытным и взвешенным депутатом, при всем при этом давно работающий именно в банковском секторе. В серии финансов. Да, в серии финансов, которые отлично разбираются и в финансах, которые отлично разбираются в бюджете, которые очень взвешены, которые очень правильно всегда голосовало, мы сидели с ним рядом. И я считаю, что так говорить однозначно председателю ЗАГС Собрания, ну, это просто даже некорректно. Да, такой человек есть. Точно так же, как я могу сказать, что можно поставить под сомнение, а кто еще мог, кроме Владимира Васильевича Быка, стать председателем ЗАГС Собрания? Я вам скажу, что там много есть достойных людей, которые реально были бы лучшими председателями ЗАГС Собрания. Сходу могу сказать, что это может быть, к примеру, Василий Куприянович Сураев. Да, то вот такие разговоры и такие самоуверенные, вещи говорят о том, что, в общем-то, человек совершенно не понимает, где он находится и совершенно непонятно вообще, о чем он думает. То если он считает, что все профессионалы и самые грамотные люди собрались во фракции «Единая Россия», то у меня возникает вопрос. А почему мы так хреново стали жить? Да, вот если за 10-15 лет... По крайней мере, не лучше. Да, не лучше, наша жизнь там конкретно валится. Нам постоянно говорят, что у нас проблемы с бюджетом, что у нас, как бы, надо отменять льготы у населения, а не у чиновников, потому что денег вообще нет. Значит, при этом у нас там очень много сегодня предпринимательской среды уехало с территории, значит, потому что невозможно работать, да, и куча-куча всяких проблем, касающихся их дорог и всего. То в данном случае мне почему-то казалось, что все эти 10 лет, всю ответственность и большинство, и в исполнительные, и в законодательные власти, как раз несла на себя партия «Единая Россия», точно так же, как они единогласно большинством находились и в городской думе, и в городской власти. А давайте я сейчас Владимира Васильевича вам тоже скажу. Несмотря на все ваши доводы, Дмитрий Михайлович, я уверен, что монополия «Единая Россия» — это плюс. Это я, честно, ничего не выдумал, Владимир Васильевич об этом тоже сказал. Ну, если сидеть в танке, то, наверное, это плюс. Но если мы говорим о том, что нам нужна живая политика и живая экономика, то монополия здесь не уместна. То в данном случае, как раз, когда существует диалог, когда существует борьба между различными партиями за... Ну, у любой партии, в первую очередь, наверное, основная цель прийти к власти, да, за власть, то как раз она задает тон для тех, кто сегодня находит на власти, чтобы лучше работать, чтобы лучше слышать свое население, для того, чтобы это население в следующий раз за него проголосовало. Это же слишком сложно. Тут же надо действительно работать. Конечно, конечно. Тут же надо действительно вникать. Владимир, согласен, что очень сложно, потому что гораздо проще взбросить, не допустить каких-то кандидатов, намухлевать и все проще, гораздо все это проще. Но в данном случае мы говорим о том, что монополия, она не есть хорошо, особенно в политике и в экономике. То вот мы сегодня имеем как раз результат монополии. Когда он сегодня говорит, что профессионалы все у нас, мы профессионального ничего в нашей жизни не видим. Если бы какие-то люди, которые находятся под другую часть мнений, могли бы тоже участвовать в дискуссии, принимать решения, то я уверен, что многие ошибки, которые были совершены, могли бы быть несовершены. Я уже говорил о том, что сегодня многие кричат о том, что во всем там виновата старая команда, и вроде мы тут ни при чем. Я вам еще раз хочу сказать, что представитель ЗАГС собрания, господин Илонин, фракция большинства «Единая Россия», могла очень много процессов, которые происходили во время руководства, Никиты Юрьевича, останавливать на уровне законодательных собраний. Потому что все происходило через бюджет, проходило через программы. Но этому мы ничего не видели. Мы сейчас говорим о известных проектах. Да, да, да. Нет смысла их? Я лично очень много по всем говорил с 2010 года, начиная и по Новосибирскому лыжному комбинату, и про льготный лес, и про котельное, ну про что хотите. И про помп-парки мы об этом говорили. И это говорила другая часть ЗАГС собрания. Да, и если бы в тот момент мы были бы единое целое, и не делились бы там, что мы тут профессионалы сидим в «Единой России», вы тут ничего не понимаете, да, значит, наверное, была бы другая картинка. Когда вопрос еще в том году зашел, и я выступал по поводу Новосибирского лыжного комбината, что они не платят проценты по кредитам и кредит, и что все наше имущество ушло в офшоры на КИП, представитель комитета по бюджету Владимир Гаврилович Бакин мне ответил, ты чего опять нагнетаешь обстановку, у них еще есть срок до 2018 года, заплатят. Да? Ну вот нормальный ответ очень. Аргумент. Аргумент очень серьезный. И я говорю, Владимир Гаврилович, у них сегодня миллиард задолженностей, и они не платят. А с чего это они заплатят? Ну, вот вы привыкли всегда все накручивать, вы все неправильно понимаете. Ну вот мы, видимо, неправильно тогда понимали, а сегодня они неправильно понимают эту ситуацию. Значит, ничего страшного в принципе не бывает. И что, Дмитрий Михайлович, вот исходя из уже озвученного, да, за это недолгое время шестого созыва работы, что все, можно крест уже ставить, ничего не изменится, на мой взгляд? Смотрите, Владимир, мне кажется, что мы сегодня... Наверное, ушли, значит, с пятого созыва в шестой. Но шестой, мне кажется, очень похож на четвертый. Это ЗАГС Собрания, которое было сформировано при Николае Ивановиче Шеклевне. Значит, где такое же большинство имела, значит, партия власти, значит, примерно в такой же пропорции, значит, они точно так же себя вели. Единственное, что тогда было три партии, которые представляли оппозицию, и там были люди, которые, в общем-то, в каждой фракции, которые могли выступать, и которые выступали. Сегодня, к сожалению, я пока не вижу счастья... Вы в том числе? Ну, если вы считаете, что я выступал и был в том числе, да, конечно, я был в том числе. Вот, на самом деле, мы не хотели никого веселить и смешить. Мы хотели реально, как бы, озвучивать ту позицию, которую мы видели со своей стороны, не оглядываясь на позицию, там, исполнительной власти и правительства Кировской области, или, там, не дай бог, губернатора. Значит, к сожалению, и тогда, и сейчас, и в пятом созыве, тем более в шестом, никто это слышать не хотел, потому что у нас каждый сегодня руководитель считает себя самым умным и самым грамотным, а всех, кто там говорит, они все болтуны. Ну, вот, значит, получается, что все-таки картинка, которой мы болтали все эти, там, пять лет, она все-таки оказалась неболтливой, она оказалась реалистичной. Сегодня, я, честно говоря, пока не вижу активности со стороны 17 оппозиционных депутатов, которые представляют ЛДПР в КПР «Справедливую Россию» даже при обсуждении, там, бюджета Кировской области. Они обсуждают, почему с них сняли, там, надбавки к депутатским, там, этим, да, но не обсуждают, какая сегодня проблема будет в 17-м году с принятием бюджета, который сегодня принимается на законодательном собрании. Ну, может, еще будет возможность, будет шанс расправить плечи. А какой шанс? Сегодня второе чтение. Второе чтение? Да, все, мы, в принципе, принимаем бюджет, который, в общем-то, даже в самые хорошие годы у нас ни разу не было бюджета без, как бы, с дефицитом. У нас сегодня бюджет вообще, как бы, нулевой. У нас расходы соответствуют доходам. Мы даже в хорошие годы всегда были с дефицитом. Сегодня очень интересная ситуация, как это может быть. Ну, о работе исполнительной власти я предлагаю уже поговорить после небольшой рекламной паузы. Скоро вернемся. Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение Дмитрия Русских, депутата законсобрания Кировской области 4-го и Патру Созывов. Обещал поговорить о работе исполнительной власти. Давайте к этой теме как раз-таки переходим. Ну, как-то не грустно звучит, но у нас практически дня не проходят. Ну, это, конечно, мурируем, конечно, дня не проходят, но примерно так, чтобы не поступила новость о том, чтобы кто-то из областного правительства исчез, ушел со своей должности. Вот накануне буквально, да, была новость о том, что корпорация развития Кировской области руководитель сменился тоже. Корпорация развития, это промпарки, да, Кировской области? Ну, да, которая, да. Вообще, на самом деле, изначально был вопрос, зачем нам вообще это все нужно было, но, тем не менее, это дело запустили, корпорация была. В общем, как вы оцените, Дмитрий Михайлович, кадровую политику нового руководителя? Ну, вы знаете, как бы, мы уже как-то в начале обсуждали еще, сентября. Значит, кадровую политику сейчас очень сложно оценить, потому что, в общем-то, как бы идет какое-то формирование команды, и любой, наверное, губернатор или руководитель, пришедший на новую работу, пытается, как бы, изменить направление. Но хочу сказать, что вот я бы разделил на две волны. Да, там первая волна была, в принципе, как бы, увольнение, она была всем, в общем-то, понятна, она была предсказуема. Значит, сначала там ушел Шерчков, Матвеев, Веснин, Вершинин, Зампольский. Это было, там, близкое окружение, там, старого губернатора, и, наверное, тут все, как бы, было понятно, внятно и понятно. Началась вторая волна, когда уже дошло, там, до министерств и до каких-то определенных направлений, которые, в общем-то, и осуществляли всю основную работу. Если в первой волне, там, основная часть была, все-таки, приезжих людей, значит, то вторая волна, она как раз коснулась уже такого, как я называю, кадрового резерва Кировской области, которые эти люди, которые работали на территории, и, в общем-то, наверное, очень редко видались с губернатором и точно не были с ним в каких-то связках, чисто как сейчас говорят, с прежним коммерчески и все прочее. То в данном случае я все-таки считаю этих людей очень профессиональными. Я считаю, что эти люди должны были и дальше работать, потому что это люди местные, они себя ничем плохим не зарекомендовали, они себя, в общем-то, нигде с отрицательной точки зрения не проявили, при этом, как мне казалось, что всех этих людей я видел при работе в депутатском корпусе, и, в общем-то, всегда их работа и их желание что-то сделать и, как бы, в лучшую сторону, ну, всегда преобладало. Значит, я хочу сказать там конкретно по фамилиям, вот, честно говоря, не понимаю там увольнение Измайлова, министра образования, да, министра образования, не понимаю совершенно увольнение Лебедева Кирилла Сергеевича, министерства соцразвития, Романа Береснева, совершенно не понимаю, да, значит, Ковалева Елена Васильевна, я считаю, что это министр финансов, Исупов Юрий Геннадьевич, который, в общем-то, всегда считался выходцем из местных наших, как бы, территорий, значит, большой прошел путь и в Совете Федерации, и в замгубернатора, и в депутатском корпусе он работал, ну, только положительные эмоции все, значит, и, конечно, очень жалко директора аэропорта Победилова, это Жданова Андрея, мы очень долго, да, Андрей Васильевич, мы очень долго бились за аэропорт, именно, чтобы наладить там работу, и была целая война с правительством нашего депутатского корпуса, определенной части депутатов, чтобы убрать оттуда Андричука, старого директора, который там устроил совершенно очень непонятную ситуацию, где мы потеряли почти очень большую сумму денежных средств, и при этом ничего не получили, то как раз все, что... Там скандал еще был. Да, скандал был, и со сбитыми детьми, и там все прочее. Но, тем не менее, все-таки за 2-3 года аэропорт изменился, и совершенно за другие деньги, и я считаю, что это большая заслуга была Жданова Андрея Васильевича, значит, и вот очень жалко, что вот эти люди сегодня не находятся в команде Кировской области, я ее уже не называю там губернатора, а именно... И это на самом деле очень трагично, объясню почему. Любая территория должна иметь кадровый резерв. Именно из местных, как бы, жителей... Из уроженцев. Из уроженцев, которые... Которые не будет претензий, ты пришли... Да, 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 ты правильно понимаешь, потому что, в общем-то, сегодня без 20-30 таких кадров нам очень сложно двигаться вперед. Потому что сегодня у нас происходил период, сначала пришли Нижнегородские, они там пришли, уехали, потом пришли Пермские, они пришли, уехали, сейчас пришли там Краснодарские, Ростовские тоже пришли, уехали. При этом у нас, мы за вот этот период лет, 15 лет, мы не вырастили наш кадровый резерв. Да, у нас были какие-то определенные интересные кадры, но они фактически сейчас все растеряны. Собрать сегодня эту команду очень сложно. И вот особенно сложно, понимая, что сегодня есть проблема вообще с кадрами, да, потерять вот этих 6-7 человек, которые сегодня уже точно не находятся в команде Кировской области. Конечно, это очень, на самом деле, печально. И самое это печальное другое, что я считаю, что это все кадры профессиональные. И для того, чтобы менять профессионалов, ты должен принести минимум гораздо не хуже профессионалов. Пока мы эту тенденцию не видим, что в плане того, что мы сегодня убираем профессионалов и приводим профессионалов, по крайней мере, не хуже. Ну, не дай бог, что они еще будут, желательно, чтобы они были и лучше, если мы их заменяем. Но нельзя менять лучшего на худшего. Значит, то с этой точки зрения совершенно какая-то невнятная политика, потому что, слушая губернатора, исполняющего Васильева, он говорил, что как раз кадровый подбор будет связан именно с профессиональным уровнем, значит, именно с желанием человека работать. Плюс было произведено местное. Да, местное, да. Значит, сегодня что мы видим? Вот эта группа второй волны, она плохо работала, она не профессиональная, она не нужна. Тут же мы видим сегодня, что председатель ЗАГС собрания, господин Ивонин, работал очень хорошо. Да, при этом он сейчас был назначен руководителем советников губернатора, да, он нужен. Значит, глава города Кирова Владимир Васильевич Быков тоже уходит на повышение и становится председателем ОЗС. Он тоже хорошо работал. Ну, я уже не говорил о политике там... Уже еще и запрещены муниципальные службы. Да, они получают еще ордена, медали, значит, повышение по работе. У меня там вопрос очень сильно возникает, там, как бы, а как это вообще все происходит? Как можно там, допустим, сравнивать одних совершенно там с непонятными другими? При всем при этом, если мы говорим о том, что разговор идет о близости к губернатору Белых, то я считаю, что председатель ЗАГС собрания Ивонин, глава города Быков и так называемые, как я их называю, местные бояре, очень близко были с Никитой Юрьевичем, но сегодня они почему-то находятся точно так же близко и к руководству новой области, да. А те люди, которые, может быть, раз в год и видали это Никиту Юрьевича, и я думаю, точно не было у них никаких связей, они почему-то стали очень близкими и навредили Кировской области. То есть судьба такая. Да, судьба такая. То вот эти двойные стандарты, на самом деле, не очень мне понятны, и на все-таки, на чем сегодня основывается кадровая политика? Тем более, вот, не знаю, там, уже, наверное, это уже не слух, это уже везде пишут, и многие говорят, что вот у нас сейчас будут еще изменения в городе Кирове. Да, говорят. Да, что вот это уже никому не секрет. Без этого не обойтись. Без этого не обойтись, да, и что, вернее всего, что там вместо Александра Викторовича Перескокова займет Валерий Васильевич Кайпаснов. Да, ну вот это уже везде муссируется, это везде уже говорят. Ну, тогда у меня еще раз вопрос возникает, тогда, а как кадр-то вообще подбирается? И основания-то, вот, вообще, мы к чему стремимся? То вот тут, на самом деле, очень много вопросов, и я думаю, что эти вопросы сегодня уже, там, многие задают и не понимают вообще. А план-то действия, он как бы... То есть пока, на ваш взгляд, некий хаос? Мне кажется, такой определенный, как бы, я бы не сказал, что хаос. Какой-то идет такой процесс восстановления, и, на самом деле, он основывается, конечно, в большей части на приезжих. Потому что очень много приехало в Кировскую область людей, которые будут сейчас работать на различных органах, и мы это видим. И, как бы, в структурах, значит, в том числе, как касается и дорожного хозяйства, и правительства Кировской области. Значит, ну, и местные-то, как бы, кадры, они выбраны по очень странному, на мой взгляд, подходу. То, снова у нас возникает, там, и господин Быков, и Валерий Васильевич Крепостнов, и, значит, господин Ивонин. И, в общем-то, как бы, честно говоря, не очень понимаю, а в чем разница. Что меняется. Да, что меняется, тем более, как бы, все эти люди, они на протяжении 10-15 лет были и руководили, и вели определенную деятельность, очень политическую, активную, и участвовали во всех процессах, даже связанные с бывшим губернатором Белых. Это их, там, все знают, что были и дружеские отношения, и какие-то партнерские, и все прочее. То тут очень странно, во все-таки, на что делается расчет. Дмитрий Михайлович, удовлетворить, пожалуйста, интерес Николая Авдеева, он задает вам вопрос на нашем сайте кирова.ру, он спрашивает про так называемую 100-дневку, 100 дней, ну, вот это тот срок, да, по которому подводить какие-то итоги, говорить о первых результатах, он имеет в виду 100-дневку Игоря Васильева на посту в РИО губернатора. Какие выводы, спрашивает Николай, можно сделать по итогам его работы на посту главы регионов в течение этого срока, на 100 дней, где-то было в начале ноября, да? 100 дней. Да, 100 дней, с 28 июля, в должности. Как вы оцениваете его будущее в нашем регионе, что стоит ждать? Интересный вопрос. Значит, за 100 дней, конечно, очень сложно подвести итог, да, но вот мы сейчас кадровый вопрос уже проговорили. Ну, это, наверное, одно из самых остальных. Да, потому что, в принципе, сегодня, как бы, практика показывает, что политику определяет не человек, а определяет команда, да, на кого будут поставлены ставки и кто будет, как бы, все эти процессы там совершать и как это будет, с точки зрения даже профессионализма. Потому что, в данном случае, на самом деле, область находится в тяжелейшей ситуации. Сегодня, однозначно, шашками и бомбами закидывать всех бессмысленно, по причине того, что, в общем-то, сегодня нужны совершенно профессиональные люди, которые смогли бы удержать ту ситуацию, по крайней мере, не ухудшить, которая сложилась в Кировской области. На самом деле, она очень тяжелая, и это видно по бюджету. Значит, тем более, есть проблема с кадрами, и никто это не отвергает. Значит, это первое. Второе. Ну, пока что мы видим посыл, вообще, на самом деле, очень напоминающий приход Никиты Юрьевича. Это и замена часов, часового пояса, значит, переименование города Кирова, значит, ну... Те вещи, на которые... Да, которые... Да, да. Все мы клюем, да? Мы на них клюем, но мы все четко понимаем, что они не первостепенные, и они ничего не определяют. И в данном случае, все-таки, сегодня все жители Кировской области, и, в первую очередь, города Кирова, они ждут какими-то совершенно другими вещами живут, да, потому что есть куча проблем, касающихся там социальной сферы, отмена льгот, значит, проблема с рабочими местами, особенно для молодежи, там, да, есть, как бы, сокращение идет, и зарплат в том числе, идет сокращение и рабочих мест, да. Такая очень тяжелая экономическая ситуация, то, в принципе, сегодня все прекрасно понимаем, что этими вещами, как бы, не изменить жить Кировщам в лучшую сторону. Значит, что нас ожидает? Ну, надо учесть, да, раз уж вы проводите параллели с предыдущим губернатором, Никите Юрьевич, то на следующий год не надо было избираться. Да, но вот из-за чего... А вот выборы гряду. И из-за чего многие вещи мы сегодня, как бы, и видим, что вот даже закон, который касается льгот для сельских учителей, он приостановлен, да, я тоже считаю, что он приостановлен и не запущен в процесс, только по одной простой причине, что идут ближайшие выборы, и некоторые вещи, они, конечно, будут на каком-то моменте удерживаться в том положении, которое сегодня есть. Хотя, насколько я пытался сегодня прочитать бюджет Кировской области, вот эти, как бы, деньги для льгот сельским учителям в бюджете не заложены. У нас и в этом-то году на них практически, там, на второе полугодие этих денег не было, и на социальном комитете еще в июне месяце Александр Александрович Галицкий об этом говорил, да, что, в принципе, этих 360 миллионов в бюджете фактически сегодня нет. Значит, то вопрос очень такой серьезный, и точно так же, как и касается, допустим, каких-то определенных мер, которые будут приниматься, но после выборов, да, просто сейчас есть жизнь до выборов и жизнь после выборов. Да. Да, жизнь до выборов, наверное, будет легче, чем после выборов, это моя, там, точка зрения, да, потому что в данном случае, когда уже все этапы пройдены, то, в принципе, чего стесняться. Дмитрий Михайлович, вот еще хочу спросить, вы, как активный пользователь интернета, замечаете, что больше как-то, ну, я свою точку зрения, по-моему, больше появляется вот этих комментариев, каких-то слов, ностальгии, такой доброй ностальгии по предыдущему губернатору. И вот я для себя отметил такой водораздел с момента, когда бывшая глава города сел в кресло спикера ОЗС, вот люди начали писать, ну, предыдущий такой был невозможен. Ну, наверное, нам всегда свойственно сравнивать, да. Ну, 7 лет все-таки, да? Да, 7 лет, а может быть, большая часть как бы и привыкла, понятно, что были и у него и ошибки, много и недоброжелателей, и все прочее. Понятно, что мы сейчас все начинаем какие-то определенные вещи сравнивать, смотреть, но я бы, что хотел? Я бы, наверное, хотел в первую очередь все-таки не чисто эмоционально, там, плохое, хорошее, там, это, это, нет. Мы должны смотреть по уровню, как бы, комфорта, там, жизни, уровня комфорта, там, доходов населения, там, каких-то инвестиционных проектов, там, открытия новых предприятий и все прочее. Это очень большой, на самом деле, пакет, и мы до конца сможем оценить, плохо или хорошо, когда пройдет какой-то период времени, да. При этом я там тоже сейчас пытаюсь, как бы, понять, может быть, в какой-то момент мы, как бы, недооценили какие-то вещи, там, да, или, наоборот, переоценили. Значит, ну, вот сейчас еще раз хочу сказать, что, вот, только все начинается. И понятно, что я не зря сказал, что те посылы, которые сегодня говорит, там, новый губернатор, очень были похожи на посылы, когда приходил Никита Юрьевич Белых, там, да, в принципе, все то же самое. Значит, но, как бы, это ни к чему не привело, то в данном случае, все-таки, сегодня уже население, оно привыкло к тому, что, в общем-то, какие-то вещи, которые говорятся, они не имеют под собой никакую почву. Люди сегодня хотят иметь понимание, как будет 17-й год развиваться, насколько там вырастут или упадут зарплаты, как бы, будут ли рабочие места, как им жить, как им выживать, будет ли какой-то экономический рост, будут ли что-то еще, ну, как бы, будут ли дороги эти же, да, будут ли больницы, будут ли детские сады там дальше. То, конечно, люди сегодня хотят уже иметь какие-то точные вещи, которые, в общем-то, сказываются на их жизнь, а там переименоваться город и не переименоваться, в общем-то, это никак не повлияет на нашу жизнь. Так что поживем, увидим. К сожалению, времени у нас больше нет на общение, но хотелось бы поговорить еще обо многом, в том числе, о бизнесе в современных условиях, да, ну, я думаю, что... Это особая тема, ну, да, особенно даже... На следующую программу оставим это все, спасибо. Да, большое спасибо и слушателям, хорошего дня. Дмитрий Русский, да, всего доброго.